привет представься как на допросе прямо меня зовут ян сташкевич я из минска у меня свое digital агентство мы работаем с большими крупными брендами у меня я организовал крупнейшей конференции по маркетингу в беларуси вот и блогер я немножко я бы низко не сказал что там на самом деле я понимаю что я больше отношусь наверное к старой школе в маркетинге уже эти потом его с моим почти шесть лет наверное шесть лет уже не 25 вот но но при этом я как как маркетологи там шоумены блогеры ну наверно но просто при этом если возьмем каких-то известных блогеров маркетологов да на которые все все смотрят и типа почему они же несут какую-то ерунду это так не работает да ну условно из то что они работают через другие каналы условные можно меньше знать меньше разбирается маркетинге но больше зарабатывать за счет того что у них большая аудитория маркетинг это наука условно маркетинг это комплекс действий которые направлены на то чтобы делать компанию богаче то есть это на удержание клиентов на привлечение клиентов на увеличение среднего чека то есть комплекс действий который зон для того чтобы компания больше зарабатывала да это было это это просто угарно было ну все как бы с хейтерами по-разному работают и гениальным ну девчонкам стал плохой комментарии я начал стебать еще больше потом это перед не просто я не максимально неинтересны и что она старается таких как я избегать вот ну как бы я это надо было смотреть видеть ну просто я жестил немножко стебал там признавался и в чувствах там на телек приходил меня приглашали я поздравлял с 8 марта ну то есть это было это было ржать просто ну то есть это никак по-другому не называть просто это был прикол многие может тебя знают по пиар-акции который ты проводил минске когда ты купил щиты типа свой инстаграм разместил меня многие спрашивали а как ты его посчитаешь определенные дни какие-то скачки подписок ну у меня всегда была в то время ну там куча рекламных компаний и ты не считаешь то есть вообще технически инстаграм бы мог условно дать допустим инфу по количеству сканов визитки ну то есть технически это возможно было так не дает как бы подписчики были то есть я даже как я писал пост это многие написали о кстати я подписался тебя вот этих штук многие люди видели в городе ну то есть это было больше не для привлечения аудитории то есть это было больше чтоб хайпануть про это сми написали то есть вот многие сейчас до сих пор об этом говорят про то что я это тогда сделал да и это было скорее для этого сделано спасибо вот то есть нежели для привлечения какой-то новой аудитории зачем ты собираешь крупные мероприятия в минске маркетингу по smm сейчас ближайший будет который я так он переносит на об этом позже поговорим зачем ты это делаешь это как бы чтобы повысить кажется это делилось больше для себя для своего агентства либо для не для агентства точно нет на для людей это будет франье наверное как многие компании говорят да что я естественно закрываю какие-то свои потребности просто в какой-то момент мне захотелось за конференцию не захотелось сделать конфу какую-то я сделал сначала небольшой а потом не появилась идея почему не делать самые крутые в беларуси но самые большие по маркетингу но по маркетингу именно нет то есть есть им бизнес конференция в таком количестве ну то есть есть какие-то менее там 100 200 человек не соберут мы там тысячу сто собираем вот и ну как бы я не все такое я не строю компанию которая занимается там ивентами тогда просто вот ну ближайший вот хочу собрать ивентом в ближайшие два месяца я его собираю то есть я вот больше так работаю вот в час захотелось так захотелось так потом можешь может быть что-то другое то есть просто я делал в то что в данный момент типа кайфово и стараюсь делать это максимально прикольные и классно вот ну и и а то что для людей да мне очень важно чтобы люди кайфанули чтобы ну то есть когда люди говорят о том что им что-то не понравилось и не отношусь к этому то есть для меня не реально важно что им понравилось чтобы им было полезно чтобы они были благодарны и за труд которые тот мой труд короче вот поэтому это имеет важность но больше естественно из внутреннего желания своего я это делаю вот почему у вас минске скажу прямо все дрочат на сетах на хер знает мне кажется везде так но я нет да это культа в агентстве там что-то помогали организатор девочки бегали там плюс волонтерки на да и все прям с это с это с это с это с это не знаю что вот вот я тоже не совсем поняла я я клево отношусь к ребятам ну да этот культу типа я не то что они такие плохие лучше я просто знаю много ребят боль ну который мне лично больше нравится да вот мне очень нравится как делают ребята из little big ажинси чуть поча мне реально очень нравится то что делает за рипов вот с его кейсами этого более мне нравы более что гениальным и так далее да ну то есть и я ими восхищаюсь потому что они круто сделали бренд себе и это не то что вот то что все на них дрочат это факт того что они сделали крутую работу и это нужно проанализировать и понять что они крутого сделать чтобы возможно то же самое повторить взять на вооружение себе потому что это не феномен какой это они очень крутую работу сделали над своим имиджем и это их заслуга для меня честно это выглядит очень инстаграм когда там данине сюда прикольно да круто классно критине мне кажется я понял свой вопрос мне кажется в чем суть что в то время и за те годы когда smm у всех ассоциировался как какая-то хрень для школьников они выехали сделали несколько супер громких кейсов потому что сейчас ну мало про них слышишь но в плане кейсов они просто хайпуют крутые свои проекты создают так далее и они вырезали как вот что пока вот на этой поле войны и работы школьников мы тут делаем охрененные вещи и они просто были первые кто вот так вот сделал ну и по факту около единственные вот и поэтому условно они такие зафундаментировали то есть они не те кто постоянно на плаву держится то есть это не так давно было то есть эти пара лет они просто за цементировали и держат планку свою проектами которые они делают своими качеством своего продакшен ты смотришь они действительно делать крутой продакшен со всех своих проектов которые делают и ты видишь что ну они на это много уделяют внимание сил вот про они действительно много уделяют кажется там команде прокачки команды ну то есть они очень крутые в этом плане я отношу к underground андердоги такие андергаунд маркетологи и они мне больше нравится что они более живые я вот но мы просто меньше сцим ты его знаешь но мне кажется более живые за учебишка назад рикси молись тимофеев кирилланов они какие-то человечные что не знаю взять игорь манна для меня игорь манна это уже теоретик я был на его я на самом деле мы все учились по его книжкам объективно когда мы начинали не было ничего кроме мана по большому счету и и я был на его тренинге и я супер разочаровался когда он не смог ответить ни на один вопрос нет или блох не а кто-то или не не вы блох не на счет круто конечно просто практик а вот манна я считаю за теоретика крутого теоретика у него большая теоретическая база но он не ответил ни на один вопрос то есть он говорит сделайте вот это для своих компаний вообще по маркетингу он там говорил про позиционирование помада чтобы ты проката слоган что такое и он да так давайте называете мне ну типа что вы придумали и он всех засирал и все гриль приведи пример хорошего ну типа давай вот ну на месте он это ведь ну вот и весь рентом целый день шел я такой смысле он на один вопрос один пример то есть чист теория вот и потом я еще несколько раз и услышал и везде просто хорошая теория которая по факту звучит классно но к практике имеет отношение немножечко ну то есть такие крутые идеи такие знаешь философски что круто бы это сделать и они реально классных но просто если бы мне кажется он лично их по 10 раз по практиковал подокручивал они бы были круче намного они были более работоспособны сейчас конечно возможно я такой наговариваю что время вдруг он типа это тестирует все это я просто типа не изучил не знаю но я говорю по тому как мне это показалось и я рад если я ошибаюсь что из последнего зацепила в плане креатива блин наверное вот кейс вот такой чтобы не сильно прямо зацепил мне очень понравилось как у вас в россии мтс сделал тариф хайп и как они ну вот они на этому на аудиторию молодежь то есть они взяли big рашен босса и вот все что молодежи нужно типа там трафик и все это запаковали в такой еще с галичом эффект ну короче как по мне это стопороцентное попадание в целевуху мне даже не те что за агентство это делала это было шедеврально вот это прям я я кайфовал и от ролика и от того как это сделано это прям было классно помню это что ты старый не знаю кейс как adidas делала ролики для своей коллекции adidas original под фрэнка сенатору с видел наверное да вот эти ролики это как по мне это просто зацепим барр смотрел твое интервью спрашиваю как ты выставил работу в агентстве забавно так отвечал что у тебя есть партнер влад влад он отвечает за всю да по факту агентство его ну я учредитель просто никакой есть какая-то за роль артиста кто ты в агентстве ну может человек который чуть-чуть помогает толкать имидж агентство ну своей узнаваемость но можно дать совету ребятам которые хотят открыть агентство вот они смотрят на на тебя там предположим да там достаточно большая аудитория дай совет как им построить грамотные отношения с партнерами чтобы это агентство заработал с партнером тебя с которым ты это делаешь блин я дошел до гениальной штуки это соционика вот есть вот просто вы считаете что это такое и для меня это было просто если бы я знал короче это раньше все у меня шло намного лучше потому что сейчас у меня я в онлайн школу допустим взял продюсера на партнерских условиях я взял чисто по соционике ну то есть я нашел дуала своего психологического то есть у нас одна одна одни шутки одна уровень мотивации но за всем понимать но у нас абсолютно по-разному работает мозг то есть я такое креативщик который может все что угодно придумать но абсолютно не структурный а он ты ему говоришь идея он такой а понятно раз два три четыре пять нужно это сделать мне настолько вот ну кайфово есть люди конечно ну ну то есть это очень примитивно это на 2 делить там соционика делить на 16 понимаешь и это кайфово и я там сотрудников своих по сонике прогнал ну и стало понятно типа как они устроены вот это прикольная штука и вот я бы это порекомендовал ну типа понятно тогда будет как взаимоотношения устраивать потому что на тебе не надо подстраиваться по человека когда ну ты его знаешь ты все ты понимаешь типа как с ним работать и он в идеале знает как работать с тобой вот это очень сложно вопрос я так далеко не планирую я вижу себя счастливым человеком а там будет че будет понимаешь то есть мне важно ну вот занимается тем что сейчас кайфово но я понимаю что мне нравится там публично выступать мне нравится интересный проект идет мне нравится юмор ну я думаю что вот вот эти три линии они продолжатся продолжим еще выступать я продолжу дальше копаться но не обязательно в маркетинге на самом деле это может быть просто проект и бизнес но по-любому маркетинг я на себя буду брать всю креативную часть на этом ну я по-любому дальше как-то с юмором начну двигаться потому что мне очень интересна эта тема с которыми я хотел бы поработать тинькофф в любом мне очень нравится он к человек мне нравится то как какие они делают продукты чтобы ты мог сделать окей вот тинькофф возьмем ты же в курсе про проблемы которые сейчас ну ну то есть чтобы ты мог сделать чтобы ну это суждает ну ну то есть я с этим никогда не работал то есть у меня типа я эксперт надо делать так и так нет то есть я бы туда пришел если я с ним поработал я я я хочу поработать с компанией у кого бы я хотел поучиться как они делают они типа понимаешь что я такой эксперт вот поработать со мной я бы заплатил чтобы вы работать с ними понимаешь то есть я больше называю только как и они продукты создают и я бы очень хотел поработать возможно вержин и наверно с навальным вержин ты имеешь ввиду холдинг весь или конкретно какой там авиалинии авиалинии ну мне нравится то что они делают очень очень типа прикольно ну ну такое типа они вот очень плавно и интересно двигаются не знаю как объяснить вот просто какие-то рекламные компании вот а с политикой мне кажется это другой мир и немножко маркетинга то есть где ты продаешь не продукта идею вот и это политическая какая-то да 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 у меня даже повел с ней я даже недавно думал да не лишь сказал типа даже на основальном я тебе назвал а потом сказал с политикой ну потому что у нас ничего такого нет но на днях у меня появилась мысля а не поддаться ли мне в депутаты чтобы короче провернула что у нас в беларусе нет ни хрена все кто и двигаются двигаются ужасно из оппозиции а у меня аж есть навыки есть связи и есть желание и есть окружение которое тоже бы не против какую-нибудь такую ерунду потворить ну не ерунду а сделать это реально прикольно и классно понятно что она вряд ли что-то из этого выйдет в плане результата политического но в плане кейса и опыта я думаю типа офигенно если то девушка как тебе девушка в плане ну типа вот отношений не мне не может быть сейчас серьезных отношений но мне нет такого запроса я яра этого не хочу в ближайшей перспективе нет но мне нет западу мне не нужно куда бы ты хотел переехать если хочешь ну вот мне очень нравится мой формат жизни когда я летаю где-то тусуюсь поэтому ну где-то жить да мне очень комфортно в минске минск прекрасный город ну вот я бы вот где-то тусил и пережал периодически в минске ну так и давай поговорим про то как ты начал путься в маркетинге как это было то что кого-то отучился как-то пришел к этому я физрук по образованию тренер по стрельбе вот дай мне просто в студенческие годы на занимался предпринимательством я продавала всякие авто авто аксессуары и ну все с маркетинг сам делал и продавал через группу вконтакте начал заниматься как как-то делается и так попал в smm ну вот ты дальше вы самым начал двигаться кого из маркетологов ты считаешь кумиром своими или у балахнина почему илью балахнина ну вот потому что я вот его всегда слушаю и у него всегда настолько все охрененно структурно классно сделано вот мне прям нравится мне ну мне нет такого что вот я слежу и прям все я его просто кто мне симпатизирует так правильно сказать очень мне нравится тарасенко рома про то как ну вот чё он рассказывает как он контент подает как он какие-то свои исследования и для меня просто маркетинге работает то что гениально просто и вот у тарасенко все гениально просто вот его слушать его блин все же так логично наверное тебе сказать потому что на самом деле я уже понемножку отхожу так от маркетинга то есть я больше кто-то в креатив проекты в пиар провод что-то мне то есть я даже не называют типа там работа и клиенты этом проекты вот сделала там конференция это мой проект который я делаю да и условно я там изучаю как его делать то есть у меня такие просто жизненные поэтому не всегда возникает большой вопрос тебе чем ты занимаешься наш кого-то есть одно и он типа одну линию гнет там очень долго времени нет участие конференцию а завтра и другую штуку делать буду а сейчас я вообще какое-то новое проектом продумываю с блогерами вообще ну то есть абсолютно не не вот эта история то есть поэтому меня все очень сильно плавает в но мне бесит и маркетологи потому из того что ну они чисто засирают друг друга всегда ну то есть как продать свои услуги приди застри предыдущего подрядчика и как мне кажется и очень многие маркетологи там не публикуют свои кейсы например не вот клёвый результат он боится прийти там на мастер-классе выступить потому что его половина застрет потому что почему он выставил ну вот знаешь вот это вот не поддерживание своих ребят а наоборот вот такая вот херня из-за этого рынок не развивается но это мое исключительное ощущение нужно ли маркетологу качать свой личный бренд да как как хочет ну так и нужно хочет пускай делать это это что такое бренд бренд это набор ассоциации вокруг типа там название ли в этом логотипы и так далее то же самое ну смотри если тебе скажут мои подписчики не скажут одно да что ассоциации со мной и такие очумелые ручки девки чек-черик да и так далее да если это ты спросишь каких-нибудь предприниматель в минске скажешь но это конференция с мм и так далее ну то есть совсем совсем другое то есть бренд чем больше ассоциации тем тем круче если мы говорим про известность а известность не всегда есть люди известные которые я считаю не особо имеют личный бренд вернее или очень плохой личный бренд допустим ну как вот бренд такое понятное слово ну вот набор ассоциаций с музеем мана опять же он очень известный ну вот а что мы броня вас кроме маркетинга да ну крутой маркетолог на на самый известный маркетолог и и все но вот это бренд или не бренд ну короче я не совсем короче эксперт бы них чтобы говорить остановиться естественно когда ты будешь более популярным более тем больше знать ты будешь дороже услуги продавать это определенно но просто набор подписчиков не даст тебе этого то есть это полноценная работа который ты должен делать и вопрос что вполне иногда лучше уделяйте это время не там продвижение нам инстаграма своего а проекта дополнительному и возможно у тебя лучше будет получаться больше бы зарабатывать поэтому такая не панацея вот но я этим занимаюсь мне кайфово как ты оцениваешь маркетинг на политическое арене было на политическое политическое арене ну то есть как они себя позиционируют на политическое арене как к ним относятся другие страны вот маркетинг страны вообще есть ли он да не мне кажется возраст с такой ну ну понимаешь я вот в странах многих был и они не знают что есть беларусь вот мне кажется на это что закончить ну когда люди даже не в курсе существования страны о чем может быть еще речь если бы тебя поставили ты сказал что тебе было бы интересно поработать с политикой если так получилось что до тебя сделали бы там за там по развитию молодежи молодежи движения вот мне было бы это интересно я бы сделал так чтобы ну мы обстреление есть типа курируете по молодежные движения есть брсм это такие говнорей которые хренью кого-то занимаются на белорусский республиканский союз молодежная типа такого ну как и в любом маркетинге изучил быца кого бы туда хотел привлечь просто сейчас там всякие чуваки такие с деревень ну знаешь такое заставляют из нормальных ребят толковых там нет то есть я бы из ничем поняла с кем бы я хотел ну то есть чтобы это был крутым брендом да если это там брсм опять же мне подали я понял что крутым брендом делает сообщество людей собственные люди которые там есть изучил бы их больно изучил бы что им не хватает понял чтобы я понял бы какими ресурсами не дает государство условно и понял как я этими ресурсами могу им помочь и это бы дел вот ну то есть я уверен что можно за полгода поменять у всех в белорусов в молодежь брсм у отношения типа зашквара ну то есть есть там в кепке брсм а очень грустно вот ну а поменять так что это типа честь это можно мне кажется это бы это вот это интересная задача но вопрос и туда и хрен пустят зачем ты выступаешь я зарабатываю с этого ну и плюс мне интересно это естественно ну то есть такая публичность но мне кайфово я на сцене другой человек вот все об этом говорят ну более живо более интересно даже но это мое он прям не отменять хорошо получается и мне получают удовольствие были ли у тебя какие-то жестких и в твою сторону там либо к твоим результатам работы там от клиентов людей наверное не было бы что я такого не вспомню а нет был один раз то есть я реально на проект забил и результат не выполнил я ну просто вернул все деньги то есть ну себе в минус что там было потрачено ну наоборот чтобы этого хейт не ну там и реально облажался но и сделал так чтобы клиент ну то есть и клиент ничего не потратил даже лидов получил там свое время нормы но просто не в том абсолютно оговоренном объеме но такого не было что типа был там хейт какие сейчас тренды в маркетинге ты видишь там ближайший год тренд продолжение тренда олицетворения ну и человечьем не дальше тренд ну наверное такая естественность натуральность это тоже будет продолжаться вот и наверно тренд когда компания очень много говорят о себе о том какие они классные и вот я думаю что в скором времени ком они уже начинают говорить о людях о пользователях и на их есть это знаешь вот как я могу выйти на конференцию и рассказывать 40 минут про свои результаты насколько им будет это интересно они пришли за пользой что они могут получить я о них говорю вот то же самое я думаю и придет вот в коммуникации марксинга что типа о вас говорить вот не знаю насколько я понятно это пока у меня не вы креста не вы креста на мысль но вот ближе к пользователю да 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 и топ-3 совета ты дашь топ-3 совета наверное мне кажется очень мало действительно больших крупных шумных интересных проектов не потому что не хватает мозгов а потому что суд ну типа делать суд брать на себя ответственность и ну вот опять же почему возвращаемся почему с сеттер типа хапином потому что они не скоростно не состали сделалось очень круто и как бы там не настолько прям все гениально вернее там гениально потому что все достаточно просто вот это первое не сцать второе перестаньте засирать друг друга потому что из этого вот и выйдите из этого окружения тупого которая вот вот отпишитесь от этих вот все пабликов типа зашкварная реклама там и так далее это все токсичная херня которая просто так хуже делает вот и второе третье это научитесь быть есть такой навык быть хорошим учеником то есть уметь везде во всем виде что-то интересное маркетинг это очень в большинстве своем креативная штука и как работает креатив точно так же как там и юмор ты просто видишь во всем что-то интересное запоминаешь и потом применяешь если хорошо прокачан этот навык видишь что-то интересное запоминаете применять то можно быстро очень делать действительно крутые результаты и поэтому если вы с собой заметили что вы пошли на конференцию и там ничего нового не сказали значит вы долбоеб конченые они типа конференция вода потому что даже если там блять спикер выйдут и промолчат все выступления из этого можно интересные идеи для себя вынести вот буду очень типичным давай изначально пускай это будет психология влияния пускай это будет пускай это будет не знаю почему я считаю вот клиенты на всю жизнь должен каждый для себя прочитать это такая типа очень добрая хорошая книга про маркетинг и наверное почитайте что-нибудь чтобы креатив немного по разгонять это вот фредерико бигбидера окна в мир очень крутая книга это роман вообще вот он как раз рекламщиком был и он у него интересно мыслит мозг как ты можешь ассоциируйте одним словом пиздец давай без объяснений просто ну не знаю первое что пришло в голову что же если во все ключи вот как как это слово есть вот вот так так и так его и нужно ассоциировать